Бессмертный подвиг Александра Матросова будет жить в нашей памяти вечно. В преддверии Дня Защитника Отечества в Великих Луках почтили память героя Советского Союза. 21 февраля стартовал легкоатлетический пробег, посвященный 90-летию со дня рождения Александра Матросова. Предшествовал эстафете торжественный митинг о возложении цветов к памятнику героя. Руководил парадом открытия соревнований председатель комитета по молодежной политике и спорту администрации города Константин Максимов. В митинге приняли участие депутат Великолугской городской думы Николай Андросович. Николай Иванович поздравил спортсменов с наступающим праздником. Я хочу всех вас поздравить с наступающим праздником Днем Защитника Отечества. Хочу сказать, что в России испокон веков всегда почитался и славился ратный труд Защитника Отечества. Ведь днем заложен высокий смысл защищать свою родину, свою страну, свой очаг домашний. Ведь всегда испокон веков было и останется так, что мужчина должен защищать свою родину. Также слово было предоставлено председателю Совета ветеранов Валентину Афанасьеву. После минуты молчания участники митинга возложили цветы к памятнику Александра Матросова. Далее главный судья соревнований Александр Максимов пожелал участникам эстафеты удачи на дистанции и объявил начало соревнований. На старт вышли легкоатлеты Академии физической культуры и спорта и школ города. Традиционно пробег проводится по маршруту Великие Луки, деревня Чернушки, к месту подвига Александра Матросова. Дистанция немалая – 74 километра. На ее преодоление у бегунов, как правило, уходит около трех часов. Но особую ценность спортивному соревнованию придает элемент патриотизма. Это то мероприятие, в котором гармонично сочетаются как раз две составляющие. И патриотическое, потому что она посвящена подвигу Александра Матросова. Естественно, все участники об этом знают. И, естественно, спортивная составляющая. Ее тоже никто не отменял, потому что пробег достаточно длинный и требует от участников определенных спортивных кондиций.